Губернатор Евгений Куйвышев на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы дал поручение, связанное с поддержкой жителей Свердловской области. Прежде всего речь идет о незащищенных категориях граждан. Сейчас крайне важно помочь уральцам адаптироваться к новым условиям, не допустить значительного снижения уровня жизни и люди должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне. На федеральном и региональном уровне действует обширный набор инструментов и в ближайшее время правительство России примет решение об индексации социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников. Для выработки дополнительных мер региональной поддержки у нас создана специальная рабочая группа. По его словам, уже в следующем месяце по инициативе президента России начнется перечисление пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Прошу вас совместно со Свердловским отделением пенсионного фонда России координировать эту работу, чтобы выплаты максимально быстро дошли до получателей. Оформление пособий должно быть простым и удобным. Необходимо подробно информировать людей о порядке и условиях получения средств, предоставить возможность подать заявление любым подходящим способом даже в период майских праздников. Кроме того, важно продолжать контролировать цены на продукты социальной корзины, а также доступность лекарств в аптечной сети. Как и прежде, ключевая задача – не допустить взвинчивания цен, а в случае дефицита импортных лекарственных препаратов оперативно заменить их соответствующими аналогами. По данным Министерства агропромышленного комплекса региона, сейчас ситуация на потребительском рынке в Свердловской области стабильна. Ажиотажного спроса и дефицита товаров не наблюдается. На социально значимые товары снова начинают действовать акции, снимаются ограничения по объему закупок. Кроме того, по поручению губернатора достигнута договоренность с крупными торговыми сетями о недопущении резкого роста цен на продукты из социальной корзины. Что касается жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, то по данным Минздрава, в среднем в стационарах есть их двухмесячный запас, который постоянно пополняется. В аптеках – 30-дневный запас. Юрий Чиликин, Новости АТВ.